Продолжение следует... ...на уже наработанный ритм поведения. То есть если праздник, то надо что-то употребить, надо как-то себя ввести в какое-то состояние. И, ну, и, понятно, последствия, это, конечно, на семье сказывается самым негативным образом. Вот встает вопрос, очень многие задавали его и задают, кстати, как справлять Новый год так, чтобы, собственно говоря, не порушить то, что кому-то удалось накопить, или продолжить, так сказать, борьбу за трезвость семейную. Надо сказать, что есть в этом определенный опыт, и в этом, кстати, помогает во многом церковный уклад жизни, который говорит о том, что, в общем-то, рождественский пост, он в новогоднее время, он продолжается. При этом церковь служит молебной о новолетии. И это, как бы, церковь не игнорирует Новый год, как некоторые считают. Она его призывает встречать, но призывает встречать в семье. И это принципиальный момент. Новый год – это праздник семейный. Поэтому, если у вас есть возможность, то просто побудьте дома, никуда не выходя, и особенно не разгуливаясь, так сказать, в кулинарных изысках, хотя даже постный стол имеет свои прекрасные блюда, которые могут привлечь и удивить, так сказать, человека, который к ним, особенно того, который к ним не привык. Я помню свой опыт первого такого новогоднего стола. Я был очень удивлен, когда увидел на нем, это был постный стол, но увидел на нем блюда, которые я вообще, по-моему, в жизни ни разу не ел. Это были не какие-то изыски, а вполне простые блюда, куда входили там овощи, где-то были фрукты. Ну, как это вот моя мама, моя жена, они очень постарались для того, чтобы этот стол выглядел как-то немножко даже сказочно. Но это было действительно очень интересно. Я, конечно, фыркал внешне, но внутренне я был удивлен. Поэтому я желаю всем хозяйкам в этот Новый год не тревожиться тому, что, ну, каким-то беспокойством или там даже какому-то раздражению их близких, тех, кто зависимый. Главное, чтобы самим, собственно, выдержать вот эту вот нужную тональность этого праздника. Это первое. Второе, конечно, мы, церковь нам дает очень большую помощь, большую помощь в том, что и 1 января, и 2 января – это большие праздники, дни памяти святых, те, которые, обращая к которым, мы можем получить помощь сразу и вот здесь, и сейчас. 1 января – это, конечно, это мученик Ванифати, к которому молятся, кстати, об исцелении от пьянства, в том числе. Вот, специально ему заказывают молебны семьи, вот, близкие, страждущие, ну, и сами страждущие иногда. Вот, и это, конечно, Иоанн Кронштадтский в эти дни, и его память, который тоже, собственно говоря, был одним из тех, кто устанавливал и организовывал общество трезвости прямо вот накануне переворота 2018 года. И он очень много для этого сделал в начале 20 века. Это Илья Муромец, святой, кстати, многие не знают, я, например, не знал, что этот богатырь, этот воин наш, он канонизирован как православный святой, и что к нему тоже можно обращаться. Его частичка мощей его пребывает сейчас в городе Муроми, а не только в Киево-Петчурской лавре, в которой пока что к нам, к сожалению, многим мужчинам вход закрыт, так как не пускают на Украину. И вот этот вот ритм всегда мне было интересно, как, собственно говоря, можно прожить этот Новый год по-новому в церковном ритме. И я помню, что последний, как первый раз, я пришел на утреннюю литургию 1 января. Это было то, что нельзя описать. Это был, нет, это был не восторг. Это было тихое удивление тому, что есть другая грань, другая плоскость жизни. И после этого у меня даже не было сомнений, что надо это делать. Потому что все-таки тот накатанный принцип, когда ты садишься за стол 31 декабря, а можешь очнуться только числа 7 или 5, этот принцип, он, конечно, честно говоря, надоедает, да и потом здоровье, собственно говоря, тоже не железное. Поэтому, если есть такая возможность посетить, тем более посетите храм, тем более, что 1 января это воскресный день. Тут уже, как говорится, и календарь помогает нам тому, чтобы, собственно говоря, встретить это в храме. Если не идет с вами ваш старающий знакомый или родственник, это не повод для того, чтобы вам отказываться по каким-то причинам от того, чтобы пойти в храм. Я считаю, что это, наоборот, является стимулирующим действием к тому, чтобы пойти и еще раз попробовать сугубо обратиться в первый день на Валете, пусть оно и кто-то считает мирским, светским, но это наш праздник, установленный в нашей стране, в нашем Отечестве, в котором мы с вами сегодня живем. Это наша история, в которой мы с вами проживаем. Поэтому приходите в первый день Нового года, в период продолжающегося рождественского поста, в преддверии этой рождественской радости, о том, что Христос, Спаситель мира, рождается. Вот вы обратитесь к Богу с тем, чтобы Он вам помог. Я думаю, что все эти пронзительные слова, которые вы сумеете сказать в это воскресное утро 1 января, они, что называется, попадут Богу в уши. Я вас поздравляю с новолетием, всех благ, и я надеюсь, что мы с вами вместе эти праздники пройдем, ну, как полагается, с пользой для души, с крепостью духа и бодростью тела. Спаси Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok